Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов Коба. Меня зовут Трудов Сергей, я ведущий данного канала. И в этом видео мы с вами проведем такой некий эксперимент. Я думаю, он многим интересен. Просто голову на отсечении. Те, кто вообще в курсе про трехдюймовые самогонные аппараты, все, кто делает ректификацию, и многие этого не пробовали. А я сегодня это попробую. Сегодня, друзья, мы возьмем два трехдюймовых самогонных аппарата. Это у нас Люксталь 8М и Домспирт 2. Недавно я рассказывал про их особенности, про их отличия друг от друга. В правом верхнем углу подсказки вы найдете данный ролик. Так вот, мы сегодня возьмем их и перегоним на них двоих. Так сказать, мы из них соберем одно целое, такого Франкенштейна, и перегоним, собственно, на нем Брагу. Будем использовать Куб. Любой можно использовать, вообще без разницы. Допустим, от Люксталь 8М. Метр насадки от Люксталь 8М. И возьмем шесть медных тарелочек. То есть, одну из частей от Домспирт 2. Сделаем полтора метра вот такой вот смешанной насадочной части. Посмотрим, насколько стабильно оно будет работать. И посмотрим, что из этого получится. Я уже подготовил здесь для себя Браги, которые мы будем перегонять. Посмотрим, какой крепости будет данный продукт. В общем, я думаю, мало таких энтузиастов, которые покупали и тот, и другой самогонный аппарат. А у меня они оказались в одной студии. Так что грех не воспользоваться. Смотрим видео до конца. Подписываемся на наш канал. А мы переходим на кухню и начинаем собирать самогонный аппарат для первого перегона. Смотрите, подготовил все для первого перегона. Ну, в принципе, здесь все и для второго перегона. Куб взял от Люксталя. Дон Спирт такой же куб, так что здесь неважно, какой брать. Тент 3,5 киловатта у меня. Крышка от Люксталя. Здесь у меня модуль увеличения куба, потому что будет две Браги сразу. И, видите, для второго перегона. Здесь уже вся насадочная часть, холодильник. В общем, все-все-все, что нам будет нужно. Буду использовать две Браги, как я уже сказал. Недавно мы делали тест вот этих вот дрожжей Спиртекс. Очень мне понравились. Видео вы можете найти в правом верхнем углу. Здесь 48 и 24. Две Браги сбродили. Мне нужно их перегнать. И заодно, вот видите, снимаю для вас такой интересный ролик. Две Браги с увеличителем куба как раз помещаются. Здесь примерно по 30 литров Браги в каждой. Куб на 37 литров и увеличитель на 20. И вот, смотрите, залил. Не под крышку, конечно, получается, но достаточно много. И за раз, видите, это все можно будет перегнать. Не тратя время на дополнительный разогрев. Вставил термометр. Термометр сигнализации. Как только до 66 куба догреется, он мне просигнализирует. 100% мощности ТЭНа 3,5 кВт. Сейчас все пока у меня нагревается. Вот в такой конфигурации будет происходить первый перегон. Куб, увеличитель, крышка, холодильник. Это все от Люксталя. Дом Спиртс здесь пока еще не задействован. Но на втором перегоне, друзья, мы его обязательно задействуем. На максимальной мощности продолжаю отбирать. Вот такая вот бодрая струйка у нас. Можно было мощности дать в два раза больше. Но, боюсь, проводка в квартире городской не выдержит этого всего. Здесь, в принципе, не так долго. Это все на все про все примерно 2,5 часа понадобится, чтобы две браги перегнать. Так что нормально, не к спеху. Все-таки не завод дома, а домашнее, так сказать, кухонное производство для себя и для друзей. Все, мы все перегнали. Первый перегон закончен. Весь спиртсырец залил в куб. Разбавил его до 30. Такой вот мутненький получился. Но ничего страшного. Сейчас мы все соберем и перегоним. И будет очень-очень даже неплохой продукт. Так, как мне кажется. Насадочная часть будет состоять из СПНки. СПНку мы забиваем обе царги от люксталя. Клопачковую колонну, тарельчатую точнее, мы ничем, конечно же, разбивать не будем. Она сама по себе и есть насадочная часть. И вот такая красота получилась. Две полметровые царги и полметровая тарельчатая колонна. Очень интересно выглядит. Полтора метра насадочной части, смотрите. Другую камеру включил. Вот потолок. К сожалению, метровую часть я не смог взять. Но ничего страшного. Так что полтора метра насадочной части. Точнее, если быть точным, один метр сорок сантиметров. И вот такая вот красота получается. Нагрев куба идет. На 70 я поставил, чтобы понимать, чтобы мне просигнализировало, когда нужно будет включать воду. Здесь тоже термометр сигнализации, чтобы я понимал, когда нагреется колонна. Когда нужно будет убавлять. Пока разогреваем на максимальной мощности. Также 3,5 киловатта. Максимальная мощность данного ТЭНа. Подключили воду. Подключение стандартное. Вход вниз. Перемычка. И на холодильник дефлегматор. Отсюда уже выход воды в раковину. Так подключаются, в принципе, все колонны с узлом отбора. Вот такое вот последовательное подключение воды. Большая длина. Классно это все на самом деле выглядит со стороны. Такая здоровая вещь под потолок стоит. И мы на ней сейчас будем делать спирт очень хорошего качества, как мне кажется. Стандартная люксталь делает приблизительно 95. Не до ректификата. Здесь, я думаю, будет больше. Так, смотрите, царга нагрелась. Разогрев уже пошел в царгу. Так что самое время убавить мощность нагрева. Сейчас как раз все нагревается. Все приготовлено уже для отбора голов. Поэтому убавляем мощность. Поставлю 88%. Пересчитал. Это эквивалентно 300. Алиса, 35 умножить на 88. Алиса, 35 умножить на 88. Вот с помощью Алисы я подсчитал точно. 3 киловатта 80 ватт. Мы подаем. Вообще нормальная мощность это 3100-3400 для трехдюймовых колонн. Но видите, здесь уже все работает. Сразу, кстати, очень даже равномерно начала работать колпачковая колонна. 3,5 это многовато, а вот 3100 это в самый раз. Сейчас будет идти работа на себя. 20 минут засекаем. Алиса, таймер 20 минут. Поставила таймер на 20 минут. У меня появился новый навык. Госуслуги с роботом Максом. Можно заказать справки и выписки или получить информацию об услугах. Хотите попробовать? Все, засекли 20 минут. Проверяем, чтобы игольчатый кран был закрыт. Потому что при работе на себя ничего не должно проходить в отбор. А должны устаканиваться фракции. Мне это сейчас очень интересно, как все будет устаканиваться в колонне. Как колонна будет выходить на свою мощность. Потому что насадочная часть разная. Поэтому может быть немного нестабильна. Но вроде пока что все стабильно. И кстати, пока мы смотрим за тем, как у нас устаканиваются колонны. Как она работает на себя. Не забывайте про наш промокод. Те, кто подписан на наш канал, имеют право на 3% скидки. По промокоду колба24. В физических магазинах, либо в интернет-магазине. Вводите промокод колба24 и получаете 3% скидки. А на такой самогонный аппарат, как люксталь, это очень даже ощутимые деньги, друзья. Поэтому запишите себе где-то и пользуйтесь им. Все, работа на себя у меня прошла. Мощность хорошая. Колонна не захлебнулась. Поэтому пока что все стабильно. Видите, работа все термометры, вся работа устаканилась. То есть все термометры уже пришли в норму. Ниже уже температура не падает. Сейчас все четко, все работает очень хорошо. Поэтому начинаем отбор голов. Приоткрываем игольчатый кран, но следим так, чтобы примерно была 1-2 капли в секунду при отборе голов. Это касается и 3-х дюймовых самогонных аппаратов. Здесь можно 2-3 даже капли в секунду дать. Будет нормально. Сейчас достаточно много. Мне кажется, это многовато. Поэтому немножко поджимаем кран, чтобы отбор у нас успокоился. Чтобы покапельно шло. Тонкая струйка на отборе голов нас не устраивает. Вот, смотрите. Сейчас скорость 2 капли в секунду. Это нормальная скорость. Будем примерно литр голов отбирать. Отобрали литр голов. Здесь цилиндр на пол-литра. И видите, пол-литра у меня уже в бутылке. Это я отдам на розжиг другу. Поэтому все идет в дело. Головы собрали. Дистиллят пахнет очень неплохо. Точнее, здесь у нас уже даже ректификат. Температура в колонии не шевелится вообще, как вкопанная встала. И, кстати, за все это время никакой нестабильности я не наблюдал. Все работает четко, как часы. Несмотря на то, что у нас разные насадочные части. Добавляем немного скорости, приоткрывая игольчатый кран. Здесь нас интересует такая хорошая струйка. Тоже никуда особо не торопимся, поэтому сильнее я не открываю. Вот такая струйка меня устраивает. Сейчас мы обязательно замерим скорость, какая у нас идет. Посмотрим, сколько в час будет. Для этого возьмем цилиндр. И наполним его, засечем минуту и умножим на 60. Я всегда так делаю. Засекаю скорость. Алиса, таймер 60 секунд. Поставила таймер на одну минуту. Сейчас посмотрим, сколько за минуту наберется. И выясним, тогда сколько у нас за час. Алиса, хватит. Вот, смотрите, здесь набралось приблизительно 26-27 миллилитров. Алиса, 27 умножить на 60. 1620. Вот, 27 литров в минуту. 27 миллилитров, точнее, в минуту, это как раз литр 600 в час. Нормальная скорость, никуда мы не торопимся особо. Нам понадобится, ну, приблизительно около 4,5 часов такого вот отбора, чтобы полностью все отобрать. Я считаю, что это, ну, достаточно немедленно. И смотрите, набрал сейчас полный цилиндр, чтобы замерить спиртуозность, какая будет. Как я уже говорил, обычная люксталь просто с метром насадочной части дает примерно 95. Здесь мы видим, здесь у нас четкий 96,6. Как раз именно вот этой колпачковой тарельчатой колонны нам и не хватало для того, чтобы получить полноценные 96,6 хорошего дистиллята. Аромат чистейшего спирта, поэтому я нисколько не сомневаюсь в качестве этого продукта. Так что, вроде бы, все хорошо. Хорошо. Скорость устоялась и отбираем. Смотрите, отбор у меня закончился. Это я понял, потому что у меня термометр начал сигналить в колонне. Здесь получилось 700 миллилитров. Я поменял емкость и 5 литров спирта. При пересчете на 40% здесь будет примерно 13, 700, почти 14 литров дистиллята. Это, друзья, с 12 килограмм сахара. На 12 килограмм сахара я ставил две эти браги. По 6 в каждой. Так что, результатом доволен. Дрожжи хорошо сыграли. Более чем достаточно мне дистиллята. Я думал, будет примерно 12-13 литров. А здесь, видите, почти 14 получилось, если пересчитать на 40%. Так, 96,6 получилось. Видите, 5 литров и 700 миллилитров. Отключаем нагрев. Результатом доволен. Колонна отработала хорошо. Все стабильненько. Все четко, несмотря на то, что разные насадочные части. Так что, друзья, мой вердикт таков. Можно смешивать. Можно брать еще, помимо, вместе с люксталем, брать еще колпачковую колонну. И будет 96,6 хорошего дистиллята. Плюс здесь еще, видите, обработка медью такая вот. Так как колпачки медные. На этом, друзья, все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.